вот итальянцы уже завтракают и вот это наша наш бар эмпорио алабанчи всем привет из рима сегодня у меня завтрак нашим баре мы любим этот бар под сейчас разговаривали с карлой и мы любим этот бар за атмосферу потому что он находится на узкой улочке вокруг зелень люди трещат вот соседний столик они по моему вообще они по моему одновременно разговаривают иностранцы очень любят этот бар потому что это очень атмосферное место ребята в прошлый раз тоже я вам показывала я во первых хочу рассказать наши новости в двух словах этой новости уже всем надоели я не буду говорить об этом подробно я просто хочу сказать о том что у нас не закрывают и нам не ограничивать свободу перемещения только между регионами но нам это не важно главное что мы можем гулять ваш спорт и это наша физическая активность и хочу сказать вам большое спасибо за ваши теплые добрые комментарии по никогда не думала что youtube и можно получить такую теплую энергетику совершенно незнакомых людей нас итальянцы считают закрытой нации и сегодня я расскажу о том как итальянцы относятся к россии относятся к русским примере тех итальянцев которых я встретила здесь за три с половиной года то есть не где-то что-то я от кого-то услышала или прочитала это будет исключительно мой опыт общения и так но как же итальянцы относятся к русским во первых большая часть итальянцев кто живет в италии со мной согласятся большая часть итальянцев любит путина да и то есть если раньше когда я первый раз посетила италию 2011 году 2011 году немножко стеснялись что мы из россии да но на здесь за километр все узнают и итальянцы любят продемонстрировать о том что они узнали что из россии какое-нибудь слово обязательно скажет привет спасибо и так далее вот и она сейчас конечно я могу сказать что нас здесь больше уважают когда приезжал наш президент в прошлом году была колоссальная подготовка и даже некоторые даже некоторые поздравляли меня в спортзале например или в баре к те кто знают что я из россии он поздравляет ваш президент приезжает путин прижать игру что вы меня поздравляете он же не ко мне приезжает приходишь к врачу ходила в прошлом году гинекологу и откуда ты из россии сразу же гранды путин потом я ходила на узи и почему-то этот врач был не один пришел еще с ним другой за компанию вот и они как-то так как у меня все оказалось порядке про это сразу про мое обследование уже было забыто просто на 10-15 минут никого не не важно что там очередь что там что все внимание было при переключено на россию все внимание было переключено и меня даже свекровь пыталась перетянуть внимание на себя и поговорить про их итальянских политика посплетничать про их итальянских политиков но нет все равно интересно было поговорить про россию что они говорят они конечно же знают большой не знаю только путина и нравится сергей лавров они не даже спели очень черный разговор затянулся на 15 минут они мне продемонстрировали все что они знают россию еще про карлус джорджа у них и с 2006 года есть бдм брэк у них большой опыт общения с русскими и они говорят что до русские люди вы более закрытый и по вашим эмоциям по эмоциям русских мы не понимаем довольны ли они пребыванием в нашем отеле или недовольны ой нас угостили вот нас угостили капучино я думаю что же он смотрит и смотрит мне неудобно я же все-таки со свекровью здесь сижу и у нас угостил капучино и сейчас к нам подошли и спросили что вы оплатили и они говорят что мы очень закрыты и по нашим эмоциям эмоциям русских они не понимают довольны люди пребыванием своим или недовольны сложно понять потому что никак абсолютно не выражаем свои эмоции и если в конце когда уже уезжают и если улыбнуться если улыбнуться то все это джорджик это вау это комплимент для нас видите какие мы сдержанные и в нашей группе в школе итальянского языка все все страны более открыты руси и до екатеринбург доверяем на минуту плачет Вы представляете, да, я со свекровью. И вот всё, меня засмущали. И так ещё ко мне никто никогда не подкатывал, чтобы я была со своей свекровью. И подходили, спрашивали мой номер телефона. Мало того, предложил, оплатил нам капучино. И тем более, и сейчас ещё и номер телефона. Но Карла его записала, естественно, она его выбросила. В группе итальянского языка, конечно, наш профессор, он всегда говорит, что Элла Пьюфредо. То есть я более закрытая, более холодная на эмоции, потому что ребята из других стран, из Бразилии, из Мексики, все улыбаются, более открытые. То есть я более сдержана. И когда я только приехала в Италию, Карла меня везде брала с собой. И в мясные лавки, в магазины, она мне показывала, где она и что покупает. И ей потом говорили, что ваша родственница не любит здороваться. Я, конечно же, здороваюсь, я говорю спасибо. Я это говорю сдержанно, без эмоций. Им надо, чтобы люди улыбались. Они не по словам понимают человека, они понимают людей по эмоциям, потому что они эмоциональны. Мы очень скупы на эмоции. И я хочу рассказать про опыт моей Карлы. Когда она летала в Москву, это были 70-е, что она говорит про Россию. Она запомнила только то, что она была всего два раза в Москве. И она сказала, что она запомнила тусклый свет в помещениях, и что было мало всего в магазинах. Не такое обилие, как у них. Это Карла стюардесса. Она три года в своей жизни проработала стюардессой. И потом вышла замуж. И, конечно, с рождением ребенка она оставила эту работу, потому что муж тоже пилот. Отец Джорджа, он был пилотом. Пилотом Али Талии. Сначала он был пилотом аэронавтики. И потом он уже ушел в гражданскую авиацию, в Али Талию. Али Талия была тогда богатой компанией. Их селили в самые дорогие отели, в самые лучшие отели по всему миру. И они останавливались в отеле на Красной площади, близко к Красной площади. Я не знаю, какой она уже забыла. И полеты в Москву у него были в тот период, когда у нас в России показывали сериал «Спрут». И он говорит, что в это время просто невозможно было найти персонал никого. Отель был пустой. И если заглянуть в какую-то подсобку, все были у экранов телевизора. И они говорят, что этот сериал также был популярный очень сильно и в Италии. Также женщинам нравился комиссар катания и итальянкам. И хочу рассказать про родственников, про наших. Когда мы приезжаем в Орец на обед с родственниками, они тоже любят говорить про Россию. Они любят говорить, что им нравится Санкт-Петербург. И они всегда подчеркивают, что итальянские архитекторы участвовали в строительстве некоторых достопримечательностей. Самое, что, конечно, их привлекает, это проехать Россию на поезде. И мой муж Джордж, он любит подчеркивать всем, что да, моя жена из России. Вот такие у меня сегодня были новости. Вот такая осень в Риме. Но наша русская золотая осень все равно ближе к сердцу. Спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!